Ну и чё? Кстеланос. Пойдём. Три DLC? Почему три DLC? Я помню, два. Сколько у этой игры DLC-то в итоге? Чё-то я как-то смотрю на происходящее и мне уже не хочется ни в одно. Потерпи чуток душнины и более-менее пойдёт. Ну да, когда титры пойдут, я чувствую, более-менее пойдёт. Два DLC, два сюжетных, одно ну такое. Ну я и говорю два. А вы мне три. Сюжет изначально правильно было сказано? Там Сарла, спока ночи. Ну чё, вылезаем? А он не выпрямляется. Анна, я ж прочитала твоё сообщение. Это же больничные коридорчики. Господин, не мизи доставил. Удиви меня игры. Спасибо. Можно камеру всё-таки вот в эту сторону? Так, сколько чего у нас? Сейчас душу не на, ещё больше. Ну да, ну да. Ну вот и побегал. Ну вот и побегал. На. Бригольно-бригольно, здорово. Удиви. Удиви. Подожди, подожди. А где, где? А нету. Понимаю. Ща, можно я возьму пассивный? Так, он че-нибудь плюётся или мне пока уже? Ой, домик. Слушай, можно я тут посижу? Ты тут не входи, здесь сейв-ром, слышь. В сейв-ром не подходим. Извините. Нет, 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 не надо. Ау. Ну да. Ожидаемо, ожидаемо, ожидаемо. Хе-хе-хе. Это прикольно. Босс не даёт спрятаться. Но это было ожидаемо максимально. Мне просто было интересно, насколько долго я смогу там простоять. Так, нужно ожахнуть. О, вот это мне не хватало. Ну, да. Да что ж такое-то? Ой, дрожит, 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 все дрожит. Дрожит геймпад. Госпух всего. У-у-у. Лавит у ар. Лавой шо. Блин, а можно как-то идти отойти? Ой, извините, я забыла, что здесь паузы нет. Ну, простите, можно? Че, извините, 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 извините. Ай, че ж ты так не вовремя отошел? Грязь чуткая какая-то. Паме-а, понимаю. Паме-а, понимаю. У-у-у, псина. Яссобая. Можно я, можно я как-то вот это вот... Уйду отсюда, массиво, я знаю, что сейчас не вовремя поднимать это все. куда ты пошел кто это? кто это? кто это? это рот все-таки какой-то он неудобный я потерялась на этой парковке так, ладно, что у нас есть? ой, лазит больше вы видели? блин, долбанный резидент, он везде, он повсюду ай ай, ты шо, что делаешь? зря я сюда зашла как там, как там у нас-то было? это вот это вот, вот это в нашем-то вот этом вот блин, странно, сейчас вышли почему я выстрелила? не знаю, ладно, хотя попала почему? ну, спасибо извините, нужно это идти что-то не вошло в уму, да? ой, он что-то делает ой, он делает херню, мне это не нравится ой, он вообще что-то подошел очень близко, очень не хотелось бы такого Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то как-то не по плану всё пошло. Видишь, да, Баля? От него не убежишь. Рота ваншотит. Что делать? Не понятно. Пока наведёшься, он уже подойдёт рукой дерявнет. Придёшься под машиной, а то роты? Интересное предложение. Учитывая, что он сносит эти машины, просто пробегая по ним, это очень интересное предложение. Внимательно. Господи. Людничек гонит. Баткок, спасибо большое. Спасибо. Вижу. Спасибо за это быстро. Где нахерать? Там что-то ещё осталось. Осталось. Не знаю, зачем я это подбираю сейчас, но ладно. Блин, а... О боже. Стела нас ты, конечно. Уникум. Я хотела навестись и как бы выстрелить, успеть хотя бы разок прежде, чем побежать назад. Вы думаете, он отреагировал на прицел хоть немножко? Он просто забил болт. Болт. На это. Ну, не в первый раз, да, Ксталанс? Сейчас. Ой, можно выйти, извините? Ладно. В общем, надо. Очень надо. господи ну чё под машину вот как мы вовремя залезли я не знаю как бы не вот этот глаз включается выключается или что вообще происходит сейчас несет он свою машину эту тупую да 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 вот я вот о том же да можно свет включить и ничего не спряталась под машины здорово прикольно спасибо за совет большое синоптик ты умеешь давать совет особенно который никто не просил вылезти вовремя стрелять синоптик синоптик сколько раз я тебя просила завалить со своими советами не давать их ты не умеешь что делать тебе их никто не просит ты их даешь и они чаще всего не работают потому что потом оказывается что у этого совета был подсовет а возможно ты вообще еще и ошибся прекрати это делать тебе уже не не один раз была просьба перестать давать совет тем более у нас в принципе запрещено давать советы когда стримеров не просит что непонятно продолжаешь продолжаешь совершать эти ошибки частью бизнеса не по плану пошли чармес хватит не надо надо помирать предыдущий трейбл ничего такой пока мы под машину не залезли так целом хочет она сразу-то взорвалось тону горит полчаса потом взрывается мне настолько не нравится что я даже не стараюсь ты плохой струк я уже настолько задушена предыдущими локациями и боссом этим дурацким согнем что я даже не хочу что-то здесь пытаться делать я просто что-то кидаю в надежде что получится так это и не А где там были эти? Ну да, у меня сейчас вот эти мозги прям очень нужны, они мне прям сейчас помогут. Ой, да ты ж сика ты ж какая, ты ж боже мой. Зараза. Запуталась уже в правой линии этих арбалертов, можно я блюду отсюда? Не, на него по-моему эта хрень не действовала, либо я не попадала тут. Ну, понимаю, не по-моему нас срать. Можно я, можно я как-то убьюсь? Куда ты, блин, бежишь-то, господи? Господи. Чё-то отстрелили ему. Давай рещи. Давай ещё рещи. Ещё немножко рещи беги! Сика, беги. Всё, сейчас сожрет. Ой. да блин ты заколебал ты шрать всю святую отвали трещи о мой бог вы это видели брус куда ты палец так ну все проблема на этом мои полномочия и все ну да прикольно вы просто видели этот кадр когда он напоролся на старую ловушку и просто в миллиметре от меня замер это было ваще просто если бы кстати не сработало ну если так не случилось мы сейчас опять переигрывали то что он бежал прямо на меня он бы меня либо сожрал либо снизу с ног но скорее всего сожрал бы это было как бы вот этот конкретно момент с вот этим вот электричеством это было конечно очень внезапно но очень эффектно это было круто двадцать тысяч что там было за двадцать тысяч кстати крит на открытку зубы сейчас его и возьмем ой ну какая же дужина мне этот бой кстати очень сильно ассоциировался всю дорогу с одним очень схожим боем чтоб не спалерить из 2 ласту фас там был один очень такой момент единственно что там было не не заправка немножко другая локация но вот что-то прям ассоциации блин он меня отрезал что ли от первой половины заправки оказался на как-то больше что ли или наркомания комнат уже две было изначально где 2 каракатица наверное эффект бабочки за дежавю путает а сломал но видимо это вот они просто они такие черные что кажется что это просто край локации и и и и и и и в который раз подтверждается то что если я вижу каким-то образом игру или чувствую относительно нее что-то так и будет вот что с году форма у меня с вот этим вот новеньким было то что это ну скажем так история прикольная но геймплей это не совсем мое и управление там не совсем мое то есть мне не нравится как кратос ощущается мне не нравится вот это вот сперва закончится одна анимация пройдет полсекунды начнется вторая анимация соответственно кулдауны у некоторых ударов там парирование вот этого всего и вот точно так же и с вот этой игрой то что я прям чувствую что у меня будут здесь проблемы с вот этой вот душниной на которой я была наслышана и в принципе так и произошло и душно душно прям прям раздражает местами хочешь прям ну не то чтобы расслабиться конечно все таки survival action survival core ну вот в резиках что было хорошо тебе давали локацию давали определенное количество ресурсиков и тебе нужно было запомнив локацию карту там опять город очень странный тебе нужно было сориентироваться на этой локации выстраивать маршрут искать как пройти так чтобы по пути сделать вещи тут этого нет здесь все максимально линейно но при этом каждый босс это душнина с пробегами с вот этими это точно ластов вас то есть в резиках там был момент тактики там тоже считаю сюжета особо не было там вступительная заставка ну если брать самый первый там первый например почему-то именно он у меня сейчас в голове стоит вступительная заставка потом тебя кидают в этот особняк и ты шкеришься там по нему от зомби пылесосишь по мере возможности чё ты делаешь но при этом какой тактикульный момент когда а по какому этажу пройти а по первому или по второму так если я пойду по первому там вот это вот но но зато там я еще смогу подобрать то-то и то-то а тут как бы именно как экшен как тот же четвертый резик хотя там тоже конечно были возвращения здесь нет таких возвращательных моментов здесь по большей части просто вперед-вперед ну как например не знаю в пятом резике но при этом все равно был как бы было пространство для маневра где-то мог что-то делать и соответственно там конечно был коопт там немножечко по-другому все где мне меня всегда был баланс одних моментов с другими ну по отношению к другим то есть вот тебе сперва икшони икшони там прокатушки на каких-нибудь машинках стрельба одище а потом хоба диана джонс если вы понимаете о чем ну хотя не диана джонс там тоже такая сомнительная локация но она вписывалась в сеттинг где происходит событие в норм а здесь вроде и дизайн такой классный задумка прикольная прям офигенно я бы даже сказала то что вот эти вот мозги единый разум и ты находишься как бы вот в этой симуляции если так можно вырезаться здесь нет по кругу статуя не катается какая-нибудь а катается уедите и вроде как бы прикольно но боже большая часть геймплея очень-очень душная ой ебален себе да ты что ты такой эти уже точность прокачала как могла что-то вот этот вот момент с вот этими просто кадрами посмотри на это это очень круто но все это уперлось в какие-то пещеры непонятные замки ох ладно церковь была в тему единственно что она выглядела как какой-то мини замок из резика вот это вот печально было чувствуешь как то вроде идея сама вот задумка с вот этими с вот этими мозгами с вот этой вот ну назовем будем называть это симуляцией потому что как бы да с вот этим единым разумом с этими глюнами с этими чудовищами классно здорово но играешь и чувствуешь прям вторичность чувствуешь знаешь вот этот аппендикс от какого-то там резидента в частности от четвертого потому что все таки от него и ракурс камеры и вообще ну или там от пятого от шестого не суть важно отпочковалось сверху чуть-чуть накинули необычных басцов заскриптованных практически в половине случаев ну вот этот на парковке он был просто басцом ты бегал стрелял но в других моментах обязательно надо было какие-то рычажки дергать причем даже стрелять в них не то чтобы даже дергать причем в резике то помните тоже такой момент был там где платформы падали ну там вот это что-то так не бесило и вот это вот вторичность она прямо постоянно ощущается о это сайлент хилл о это резинтыл 4 ой арбалечки из резика ой анимация зомби вот такие мысли они постоянно проскакивают это очень грустно обидно немного даже за игру потому что идея классная задумка здоровская дизайн сам по себе стилистика вот это вот все кайфовые но игра как будто бы знаешь не заслужила что ли но не в моем видении чего-то своего уникального везде какие-то повторения и и душнина и душнина вот эта вот скриптовая очень грустно как-то мне кажется не поленись товарищами может быть конечно ему то это было привычнее он больше не знает что делать точно так же как и менять заки вот у него есть ядро геймплея знакомое ему нафиг ему его менять когда это и так отлично берут покупают и в принципе ему самому что это было и ему самому нравится зачем возиться там еще с чем-то когда вот вот рабочая схема формула и все зашибись зачем что-то придумывать новое а и все что новое можно просто сверху накидать единственное где он более-менее отличился это секера в остальном ну бладборн еще потому что там все-таки чуть-чуть механики другие то есть ядро тоже тоже управление тоже ощущение но как бы чуть-чуть те же парирования другие да оружка какая-то вот это огнестрел по-другому работает все магии всякой нет и так далее ну как но при этом он все равно вернулся в том же Элдендринге к уже знакомому ой здрасте магнум да ну конечно как когда как не сейчас магии есть ну да там есть но это я имею ввиду нет как в соусах вот этих вот заклинаний каких-то там есть парочка способностей всякие там черные оки вот эти все которые пуляют метеоритные какие-то вот эти оки как они там называются блин я имею ввиду нет вот этого набора в разных заклинах как в соусах соответственно ну опять же та же магия упирается в количество пулик пулик у тебя много никогда не будет ну и так далее в соусах все-таки там именно полосочка маны либо выносливости количество заглинаний овер дофига если они заканчиваются ну то просто пьешь рестус там сидишь жопой на костре еще что-нибудь происходит и все в этом все-таки немножко не так работает но тем обиднее как-то за игрушку за эту я имею ввиду что можно было так прикольно сделать прям освежительно сделать по лекалам то есть со знанием дела учитывая что у миками есть все-таки опыт в таком жанре можно было бы навертить нового но при этом оставаться верным жанру но при этом все свелось каким-то скриптовым забегом по большей части и каким-то хитрожопым врагам которые появляются периодически ваншотают и тебе нужно перепроходить сейф был тогда когда ты его делал и так далее грустновато тут косячок тут вторичность тут камера блин говно как обычно даже в резиках кстати такого не было с камерой я имею ввиду она была она была либо статичная либо из-за плеча но с нормальным обзором в целом тут прямо знаешь как будто бы специально так сделать чтоб тебе было максимально неудобно играть чтоб ты раздражался делал ошибки и так далее и так далее и так далее и так далее чтобы это якобы а как сказать это картошка что-ли что-ли кто это годы идут ничего не меняется я по-прежнему разглядываю еду в резиках и в играх схожих с ним не-не так какая там мысль была а ну вот странная какая-то это самая и вот эти все неудачи там с камерой не с камерой они как бы должны наоборот видимо по мнению кого-то воодушевлять к тому чтобы справиться с задачей а по факту это просто раздражает и расстраивает где-то ты конечно косячишь блин а можно? блин а можно как-то это? ну ладно поздняк сейчас был в бак так хорошо стрельных чуть не вышло он не взорвется? нет нет ой на самом деле игра просто свеже ощущалась на момент выхода в то время Ре-6 которая вообще ушла от выживача в сторону взрывов ну я не знаю как бы как она ощущалась тогда потому что после Ре-6 из резидентов был только Ре-7 который имел другой вид в принципе и другой подход он тоже вернулся к истокам и Ре-8 то есть как бы ничего не поменялось от того что она вышла во времена Ре-6 это точно так же ассоциировалось бы с резиками я понимаю если бы она вышла во времена Ре-4 тогда бы да было бы можно сравнить только с Ре-4 а гель с чувака да был и тогда бы было бы наверное даже чуть-чуть как-то понятнее знаешь что что вот он сделал Ре-4 о это выстрелило сделали схожую игру со схожими эм фишками ну что это не резидент а так именно тогда когда уже Резики вот в таком вот виде в таком вот виде в экшеновом уже ушли прям в максимальный экшен они были задорными но их уже несколько таких вышло так 3 3 штуки если Регулейшнс не считать первые да и вторые по-моему уже к тому моменту выползли где-то то есть их уже минимум 3 то есть Evil Resin уже как бы не свеж в своем геймплее да блин кстати прикольно помялось смотри-ка но при этом как бы он еще и с ну как не то что совершает ошибки как бы это грузится правильно содержит в себе то что люди уже успели из своих игр расключить потому что поняли что это бесит людей то есть как бы поезд уже уходит а Миками только такой о здравствуйте я тут со своими идеями а они как бы уже немножечко устарели ну не то что даже устарели набили искомину и уже как бы надо бы что-то что-то посвежее что-то что-то такое что не будет ну не хочется использовать это слово конечно но паратизировать на механиках далеко не самых выдающихся для этого жанра я не говорю сейчас про оружие про survival элемент этот эти элементы они будут жить всегда я говорю именно про вот эти вот забеги скриптовые там дерни тут сделай причем сделанные так как это можно было бы делать на заре игр такого жанра во времена того же четвертого резидента например потому что нет опыта как делать такие моменты а игрушка вышла уже задолго после понимаешь тогда когда уже был четвертый резик в котором эти моменты были сделаны весьма весьма неплохо там даже скриптовые моменты ну их было довольно много опять же вот эти кат-сценки да на всякий случай кат-сценки с куты ешками потом этих куты ешек стало еще больше в играх resident evil и они начали бесить настолько уже все они еще и в других играх начали появляться и люди уже выли и потом их начали потихоньку убирать сейчас ну их довольно мало в свежих играх только если там например тебя схватит кто-нибудь там враг какой-нибудь тебе нужно вырваться и тогда ты уже там жмакаешь кнопочку чтобы вот оттолкнуть там его и так далее нет таких знаешь чтобы перепрыгнуть нажмите три кнопки а потом еще квадрат там еще какой-нибудь зажмите r3 вместе с r1 направив стик влево ну и бла-бла-бла то есть даже резик четвертый первопроходец в таком виде игр то есть когда камера из-за плеча когда кутэшечки кутэшечки тоже по большей части оттуда пошли потом то есть даже у него было это все максимально выверено сбалансировано и подача была такова что ты не успевал устать от этого вот только ты начал начинал душиться и все и одно сменялось другим сменялась атмосфера сменялась локация сменялась какая-то задача которая перед тобой стояла и ты такой о-о все свежак свежак идем вот достал достал тебя какой-нибудь там замок условный тебя в садик выпустили погулять достали те зомбаки на эти собачки и так далее а тут по большей части вот эти челики ну зомби всю игру зомби ну как бы спасибо здорово периодически эти скримеры знакомые опять же уже десять тысяч раз и заскриптованные бои с боссами боже ужасно это все настолько уже сбито на момент выхода этой игры что от этого и обидно потому что идея классная реализация но она уже как бы знаешь с нее песок сыпется ну стоп подойдет там что-то было железка нет вот как бы почему обидно и тем страннейше что страннейше вы поняли что после такого количества резиков вот этих четверторезидентовских назовем их так четвертый пятый шестой ну и откровение соответственно когда уже рука была максимально набита когда уже было видно как надо делать такие игры чтобы они были достаточно успешными можно было наделать кучу таких странных не знаю ошибки это или нет если он меками в смысле такую цель преследовал сделать вот именно так как здесь это все предстает то наверное это нельзя назвать ошибками но тогда это странные решения и тогда непонятно зачем зачем их так много причем много одновременно в одной игре натыкано просто полный набор так ладно кольцо с ключами найденное рядом с трупом в переулке открывает складскую территорию ну здрасте конечно автоматчики как же без них то боже мой ой а можно не надо ага понятно вас понял можно не можно а как бы выбора особого нет не маши руками не маши руками не маши руками в 8 смотри что ты имеешь ввиду подскриптованностью то есть например я не помню что там чтобы там нужно было дергать какие-нибудь рычаги и пускать огонь чтобы пробежать дальше я помню что нужно было это уже там что ты там делаешь бронежалит что ли а блин дайте мне вот это вот димитреско димитреско гейзенберг кто там еще был вот кстати одна мадама там леди 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 без спойлеров есть там были скрипты но там и бусфайтов в принципе считай не было там был очень интересный скриптованный момент но он воспринимался не то чтобы прям свежо но он не раздражал потому что там был порожный момент и как бы все господи этот чел передвигается вот что он это корыса какая а тебе в жопу вот так ты и умрешь он кстати издал только что звук а как эти зомбаки на острове в четвертом резике вот этот вот такой вот как будто булькающий а что до остальных боссов в восьмом резике там просто бегать до мочи там просто бегать до мочи а там где был скрипт там не было госфайтов как такового так так подожди с них чуть вообще там с ребят я вроде не подсосала желешку о ты живой еще ну теперь пойдем соберем у меня босс файты что в седьмом резике что в восьмом они очень классно и в принципе геймплей тот же старый узнаваемый резик ну с некоторыми новыми моментами опять же то же самое первое лицо это немножечко освежало это был в принципе момент спорный кому то понравилось кому то нет в принципе конкретно для седьмого и восьмого резидента первое лицо подходит конкретно вот для вот этой истории для вот этого героя и бла бла но там был именно геймплей взят ну вернулись к истокам как уже я много раз говорила то есть взяли опять же вот эту легкую метроидванию взяли локацию по которой ты кружишь пять часов потому что сперва здесь открыл потом там открыл потом там что-то вставил там покрутил здесь открылось там взял оружие прошел туда там случился босс файт прошел дальше уже кружишь там а потом внезапно каким-то образом через какой-то лифт возвращаешься в первую локацию вау здесь тоже такой момент был когда вот это здание было с этим лифтом но это было уже немножечко другое здание потому что здесь все таки по-другому все работает симуляция в коробочках геймплей те же самые седьмые и восьмые резики это те же первые резики только под иным углом ну и с большей кинематографичностью сюжетной подачи и так далее потому что там внеписи какие-то появились говорящие сюжет что-то в процессе показывается а не в начале и в конце ну и так далее а здесь и уже уже начинающие уходить в прошлое скриптовые моменты на боссах вот эти вот пробеги вместо какого-то адекватного интересного боссфайта ты просто бегаешь по каким-то сраным коридорам что-то крутишь либо что-то отстреливаешь чтобы покрутилось само при этом боссы если не ваншотают то просто очень больно бьют то есть это типа либо вентиль какой-нибудь который надо покрутить потому что газ у тебя и время ограничено и эта мразь постоянно поднимается и опять же чтобы чуть-чуть ее замедлить тебе надо что-то тратить ну ты можешь конечно не тратить кто-то скажет потому что надо просто нормально играть там можно вообще без единого патрона все делать можно но сколько для этого дрочить надо вот в чем проблема как бы кто-то и соусы без единого хита проходит ну это ж сколько надо наяривать в это снайпер привет а тут как бы и вот эти пробеги и боссов нормально поковырять не дают потому что все это сводится к пробегам и как бы враги достаточно однообразные ну хотя меня это никогда в играх честно говоря не смущает ну есть они есть они решили так и ладно мне хватит было бы в кого стрелять знаешь вот из этой серии ну знаю что многих это волнует но тут даже я вижу то что ну блин это зомби из резика причем просто зомби из резика да бывают там чуть-чуть вот эти двойноголовые но это у них никак поведение практически не меняется все те же зомби из резика ну или даже если отрезать резик это просто чувачки которые между собой даже если у них дизайн отличается не отличается практически никак а все боссы с которыми было бы интересно замутить какие-нибудь крутые боссфайты от них надо бегать по всратым коридорам на время чаще всего и че то крутить блин ну вот такое крокодил ну опять же как я уже сказала много моментов которые на момент выхода игры уже даже уже отходили в прошлое зачем было их пихать причем практически каждый элемент какой ни возьми это либо самоповтор который ну не добавляет новизны хотя казалось бы новая игра новый айп неплохо бы да что-то привнести блин че то не че то но при этом это ощущается как резидент которого трахнул фильм начало или как он там назывался так ну какая то пиявка там плавает буквально живучая пиявка что она мне сожрет ой пиявка кстати из из этого из крайсиса там инопланетины такие были Чуть-чуть издалека мочить. Чуть-чуть издалека мочить. У меня было такое подозрение, в смысле она не убивается. Тупо водка это. И чё ты мне предлагаешь? Ну прикольно. Ладно, сейчас попробуем по-другому. Если она не убивается, значит это амнезия. В амнезии была одна тактика. Сейчас мы её пробуем. Да, да, да. Трупы сверху, да. Чё-то ты меня понял. Так, куда стрелять? В верёвку или в труп? Ну он упадёт прям очень близко ко мне. Ну это товарищ, она побоёт ко мне, да? Нет. Бнина, вторая, вторая бнина, бнина. Поднимись-ка, Стальванос. Спасибо. Ай, тварь. Ну что такое сито, блядь? Ну видел бог, я уже стояла наверху. Блин, даже это можно сравнить с резиками. С пятым, там где крокодила, помните, у болтов были? Ну там было прикольнее и напряжённее, а здесь просто... Блин, опять эти трупы скидываются. Так, и чё, где ещё? Понятно, это если ты долго втыкаешь, они в итоге тебя хватают за жопу и всё. Видимо в этом прикол. Так, к чему тут бутылки подозрительные? Ой, я не буду говорить, что я увидела вместо бензопилы. А? Ня! Пссс! Человек-бензопила, только не бензопила. плыви костыль, плыви блин, мы вроде недавно перепрошли кучу резиков, причем на харде причем жопа там горела, кстати говоря, как раз со скриптованных моментов во втором резике с этого вагона дурацкого никак я его не забуду просто будет он проклятый тот человек, который придумал этот момент, чтобы ему здоровье просто валило со всех щелей, потому что с тем количеством проклятий, мне кажется который на его голову посыпется точнее сыпется, в принципе когда игроки сталкиваются с этим контейнером, мне кажется, здоровья нужно очень много так вот, о чем мы шли столько резиков прошли? а я опять хочу запустить какой-нибудь первый или еще какой-нибудь или оригинал второго искренне кайфануть а тут как-то вот глупо все доктор килл, привет мне кстати вот это вот все еще немножечко напоминает игрушку I'm Alive, кажется, она называлась. Старая, старая. Я все хотела ее пройти на канал. У меня она на пике не шла когда-то там давно. Я ее пропустила. Ну как, очень бы лагала. Она прям какая-то такая, по-моему, требовательная была и хреново оптимизированная. Ну там была интересная механика. На тот момент очень свежо воспринималась. Когда сталкиваешься с врагами, там, ну это выживач от третьего лица. Сюжетный. И там, когда с врагами сталкиваешься, мы приехали, еще тебя не хватало. Там можно было навестись на них, и они могли испугаться этого. И ты мог воспользоваться их страхом, чтобы быстренько атаковать их. Но если ты замешкаешься, они поймут, что ты блефуешь и пойдут сами в атаку. Это было довольно интересно на момент выхода игры. Очень всех восхищало, помню. И меня в том числе. И там были какие-то очень похожие декорации. Прикольно, здорово. Пора сжигать, по-моему, тела, да? Активно. Че-то это многовато вам так не хочется. Че-то это многовато вам так не хочется. Так, а где там морозка-то мою? Нет морозка. Че? Ну шо, руки эти? Так, как будем начать стрелять-то в них? Не постреляла здорово. Блин. Одной гранаты всего лишь не хватает, чтобы жить счастливо просто. Ой-ой-ой, извините, 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 извините. Ой, застряла, застряла. Не, не застряла. Лица у него, кстати. Окей, ладно. Я думала... Че-то быстро, странно. Ну да, это очевидно был не он, потому что лица не было. Ну и к тому же, что бы ему за нами бегать? Мне только не понравилась ачивка. Просвать головы. Горлупь, горлупь не манкирует. Не манкирует уже. Горлупь не вывозит. Интересно, кстати. Короляска тут не это самое. Не потому что... Мы обычных людей тут убираем. Хотя, может быть, это от... Ну, вряд ли. Отсылка к дочери, да? Вряд ли. Дочери было пять лет поздно от этой колески. Я знаю, поэтому я говорю, вряд ли. Просто она очень выделяется на фоне всего вот этого. Но при этом там и женщина рядом лежит, так что это как бы имитация нормальной жизни до того, как случилось вот это вот все. в рамках, естественно, симуляции. Оп. Хорошо. Да. Мы отправимсяalım глазами. такой... Да, блин, вот так. Так, давай линчнёмся, что ли? Линчнёмся! А нечему. Ну, ломается немножечко всё. Ну, перевод, конечно, да. Как тут грязно. Да, это точное описание происходящего, конечно. Так, в канализации найден изуродованный труп. В канализации Кримсон-Сити найден труп мужчины с хирургическими шрамами и вскрытым черепом. Ой, да ладно. Он умер несколько месяцев назад. Похоже на почерк серийного убийцы из Эл Кривер. Спектр Браун. Пропал инспектор полиции Кримсон-Сити Арнольд Браун. Перед исчезновением успел сообщить, что обладает важными уликами по нераскрытому делу. Действительно. Потому что у нас не было же ключа, да? Вообще ни одного. Здесь еще вроде ничего не ломается так же все. Да, ни одного ключа жаль. А сколько мы уже открыли-то? Ну не так, что прям много. Хотя вот с этой стороны достаточно много. О, кстати, я ж не дезебрала. Ну что ж. Наконец-то мы потратим свои заслуженные 20 касательно. Мы не взяли на карусели. Серьезно, что ли? Я подстрелила фиговинку и не взяла на карусели ключ? О, какая я молодец. Сказывается, конечно, да. Что раньше нужно... Мы описали, да? Ну я же, блин, я уже не смотрю в чат, потому что вы часто очень пишите то, что я не просила. А я уже устала повторять просьбы, этого не делать. Я просто настолько привыкла, что ты просто лопаешь их и все, и уходишь. И оно само там как-то засчитывается, что просто... Ну ладно, не страшно. В принципе, мне настолько насрать, честно говоря. Это печально, кстати, это плохой знак, что мне насрать. Это как бы о многом говорит. Взяла, не взяла. Записку про... Ухз вообще, воспользуемся мы Магнумом нормально когда-нибудь или нет? Обидно, конечно, обидно. Так долго тянуться этой игрой. Надеяться, что, ну блин, ну может быть я все-таки ошибаюсь. Нет, нет, нет. Я как знала, что у меня будет жжо погореть с этого, со всего, с управления, о котором я нас слышно. И то, что я, скорее всего, буду беситься и ныть все прохождение. Так, в принципе, и произошло. И это печально. Была надежда на то, что будет, ну как бы сложно, но прикольно. То есть ты будешь что-то побеждать, проходить и... Ох, боже, классно было. Сложно, блин, ну классно. Как в тех же грязиках, например, да? Ну нет. Побольше шести. Все совсем не так. Чего бы бахнуть-то, а? О, давай. О, вот здесь уже, да, тоже, кстати, сыпется. Вот тут сыпется, там сыпется. А вот там, где кабинетик, там вроде все ок, более-менее. Ну ладно. Дальше пойдем уже в следующий раз. Печально, конечно, печально, что вот так вот оно все складывается. Ну, хочется верить, что сейчас вроде уже и босцов вот этих главных потрогали, и большую бнину убили. По идее, сейчас нам должны уже как-то в лицо сюжет пихать. Раз даже по городу выпустили погулять. Наверное, остался только Рувик. Соответственно, и его вот эти вот мозги центральные, до которых мы идем. Осталось только дойти и что-то сделать. Вот. Ну, опять же, ХЗ, что там будет в больнице? Может быть, будь здоров? А, нет, он не чихал. Он просто что-то его клинит. Понимаю, в принципе, могу понять. ХЗ, что там будет в этой больнице? Может быть, будет так же, как в самом начале игры? Может быть, там опять какие-то скриптовые штуки будут? Но, блин, грустно. Грустно, что больше... Вот первые десять процентов, возможно, последние десять процентов, А в центре душнина. Вот это печально. При этом все еще классная атмосфера, классный эмбиент, классный дизайн локации с визуальной точки зрения. В целом, приятный главный герой. Хоть как бы он дубовый, но это моменты управления. Но в заставках-то он показывает, каков он на самом деле товарища он там прикрывал. То есть, видно, что нормальный чел. Свой адекватный. Но как бы... И история у него грустненькая, в принципе, такая. Главный гад. Эффектный. История у него тоже грустненькая. Но я надеюсь, он сдохнет в муках в конце. Потому что это читерная мразь ваншотная. Она должна умереть. Вот. Но при этом, блин, вот играть... Ну, не могу сказать, что прям как-то я получаю удовольствие от игры. Вот именно от геймплея. В ризиках, даже если там тупой сюжет, ты кайфуешь просто с геймплея. Вот это микро-метроид в ванне. Локашечки. Что-то сходил туда, там что-то подел. Потом понял, куда вот это втыкать. Проложил себе маршрут через там город. Через участок, через особняк. Не важно что. Ты проложил, ты молодец, ты классный. Ты прям в полном контакте с игрой. А тут ты едешь по рельсам по большей части. И они еще, знаешь, вот на кочках их проложили. И ты постоянно подскакиваешь и ударяешься с жопая в железное дно. И если еще там не будешь успевать рычажок какой-нибудь дергать, ты еще и не по тому пути поедешь, а он в пропасть тебя сведет. А тебе надо на большой скорости это все переключать. Вот так это воспринимается. И удовольствие от этого, ну, к сожалению, меньше, чем хотелось бы, чтобы можно было как-то с этим мириться, что ли. Пока что я просто превозмогаю, чтобы дойти до конца игры и посмотреть уже, что там будет. Потому что кат-сценки прикольные. Переходы между вот этими слоями подсознания или что это, тоже довольно занятные. Эффектно выглядит, по крайней мере. Вот только ради эффектности мы, в общем-то, и просто чтобы пройти уже наконец-таки эту игру и полностью составить о ней мнение, мы и топим до конца. Хотя мнение, в принципе, уже составлено. Печально, печально, что так. Но, с другой стороны, как я представляла у меня эта игра будет, какие у меня эта игра будет вызывать эмоции, так, в принципе, и получилось. Но, честно говоря, я надеялась, что я преувеличиваю в своих мыслях и заявлениях, что там что-то кривое, косое. Знаешь, вот управление неудобное. Стелса много. Ну, как я слышала, стелса, по сути, действительно не так много оказалось. Но скриптов оказалось много. Шила на мыло, в принципе. Блин, мне нравится ее запястье. Он когда ручку поднимает, там вот где запясть, вот это вот, там где венки, прикольно выглядит. Сейчас он руку поднимет, посмотрите. И это грустненько. Как-то... О, смотри, какие ручки классные. Красивенько. Не, моделька, конечно, для 2014 года очень хорошо. Ну, хотя, с другой стороны, зачем сравнивать? Потому что Лара в 2013 году вышла с ней сравнивать, то там, конечно, графон уступает, мне кажется, местам. Ну, вот если брать модельки. А с другой стороны, ты вспоминаешь какую-нибудь Инквизицию, которая тоже вышла в 2014 году. И там лица, как бы, мое почтение. И, в принципе, вот, оно примерно на одном уровне. Так что непонятно. Это значит, Ларик, графон, все-таки был говно, да? Хе-хе-хе-хе. Короче, не важно. Ай. Ну, конечно, не знаю. Вроде... Вот такие... Настолько вот смешанные чувства относительно этой игры, насколько это вообще возможно. Геймплейный не привлекает вообще. Сюжет, как бы, интересный. Но не нравится его подача, по большей части. Ну, как, не то, что не нравится. Мне кажется, можно было сделать лучше. А здесь, по большей части, какие-то элементы, они раскрываются в этих записках. Это выдает неспособность сценаристов вписать это в основной... В основную канву, в основной сюжет, в основное повествование. Это как бы... Ну, не то, что... Минус, пробел. Ну, это скорее... Как бы так слово подобрать, чтобы правильно было. Ну, неумение. Неумение, да? Подать это более грамотно. То есть, как бы, идея есть, а как это впихнуть хз? И вот как бы... А, ладно, давай в записки запихаем. Где-то такое прокатывает. Опять же, смотря, какое именно повествование содержится в этих записках. То есть, что именно? О чем именно повествуется? Если это какое-то стороннее что-то, что чуть-чуть дополняет основной сюжет, это одно. А здесь практически 85% сюжета он именно в этих записках. Парочка катсцен была вот с вот этим вот сараем сгоревшим и с доктором, когда он там на Блэсли опыты ставил. Ну, вот что-то какие-то крупицы. И то они накладываются на то, что ты прочитал. А, ну еще вот эти вот призраки в особняке, которые чуть-чуть разговаривали там между собой. Вот они еще. Вот это нормальное повествование. Ну, более-менее. Для такой игры пойдет прям хорошо, нормально. Но личная история Кстеланоса просто чисто в записках. Вместо того, чтобы, знаешь, сделать там как-нибудь условно какие-нибудь эпизоды с напарником побольше. Чтобы, во-первых, напарника было. Он один раз там что-то появился, пострадал и пропал куда-то. Ну, прикольно, здорово. Сделать просто побольше напарника. Раскрыть и напарника, и главного героя через их диалоги, через какие-то... Пусть даже это будет какой-то вброшенный диалог между ними в какой-то определенной ситуации. Ну, я не знаю, там... Вот шли они через это кладбище. Сделали бы так, что он там оступился куда-то, там ногу повредил. Костеланос его тащит. И они говорят, ой, вот, блин, а помнишь в те годы, когда я только поступил на службу? У тебя еще там жена была и ребенок родился. Ну, что-нибудь такое, знаешь? И он бы такой, да-да-да, было дело, было дело. И, может быть, даже случился бы какой-нибудь флэшбэк в виде маленькой кат-сценки. Ему бы там, знаешь, камера в глаз залетела, и он бы вьетнамские флэшбэки какие-то словил с горящего дома, в котором было бы понятно, что дочка сгорела. Плохо было бы? Нет. Хуже бы от этого стало? Нет. Но при этом можно было бы сыграть на мимике как-то, на его ответах этому герою. Ну, какие-то такие вот моменты. В итоге все это запихнуто в бумажки. С одной стороны, ок, ты потихоньку узнаешь и историю главного гада, и свою историю. И, как бы, они идут немножечко параллельно. Может быть, в этом был смысл ХЗ. Может быть, как бы, здесь великие гении Миками, которые я не оценила, не исключая такой вероятности. Может быть, это специально так сделано. Потому что, в принципе-то, повторюсь, они же делали как-то резики до этого. Нормально все. С другой стороны, с другой стороны, в первых резиках, первый, второй, третий, я имею ввиду, тоже по центру повествования практически не было. А это как бы дети считают Миками. Он же потом в Сибаса сыграл. Он только четвертый резик прокурировал, прям полностью. Потому что, либо четвертый резик выстрелит, либо мы обанкротимся и студия закроется, компания. И там он уже выдал, конечно. Там все выдали. Там все охренели. А вот так вот, если так подумать, в принципе, да. Но при этом, видишь, в резиках был залипательный геймплей. Здесь, к сожалению, такого нет. Ай, ну ладно, хрен с ним. Посмотрим, чем это байда закончится. Сорян, ребят, кто ждал эту игру, там, годами, когда же я в нее наконец поиграю. Я сейчас сижу ее против шерсти глажу. Здесь есть много элементов, которые приятные, но примерно столько же, если не больше, моментов, которые, ну, такое, скажем прямо. И я не могу сказать, что я как-то кайфую от игры. Больше всего превалирует раздражение. И это... грустно. Ну, что поделать? Бывает и такое.